Дорогая Ольга Перегодов, пожалуйста, скажи, когда ты была маленькая, как вы, какой твой новогодний, самый яркий момент в жизни был? Я помню, мне было, наверное, 4 или 5, немножко младше, чем вы. Мне Дед Мороз принёс плюшевого зайца. Это было счастье нереальное. В отличие от вас, игрушек было немножко меньше, раз в 20, наверное, у меня. Поэтому этот заяц, это было такое событие, я была так рада, и играла ведь с ним потом очень-очень много лет, и он был моим любимым зайцем. О, у меня очень много было ехать, но я сейчас не могу просто все упомнить, но самое главное, это когда первый раз мне Дед Мороз принёс подарок. А в подарке были мандарина и конфеты. Да, это было просто замечательно. Вот так. Вот проблема в том, что память начинается приблизительно с такого возраста, который уже непривычно рассказывать о маленьких детях. Несколько новогодних приёмов было с моими самыми близкими университетскими друзьями. Просто собирались вместе и пели песни, играли в игры. Русский рок, там чай в машину времени, аквариум, всякое вот это. Плюс специфический фольклор толгенистов, потому что большинство моих друзей были толгенистами в то время. Играли в основном в Magic the Gathering. И в карты, по-моему, во что-то... А, в преферанс, конечно же, преферанс. Самое запоминающее было то, когда Дед Мороз выглядел как-то так похоже на моего папу. Но я знала, что у папы нет дома. И я знала, что у Аси нет дома. Ася это была моя сестра. И вот, и мне так казалось, что снегурочка похожа на Асю. И они сами говорили, что похожа. А потом... Когда была новогодняя ночь, этот Дед Мороз и снегурочка подкрасили в моей кровати. И сняли свои одежды. А на тот момент я притворялась спящей. И я повернулась и сказала, я ритмлю, я знала, что это вы. И я вняла Асю в папу. Я не уверен, что мой самый яркий новогодний момент приходится на ваш возраст. Мне было немножко больше. Ну, я думаю, что это ничего. Им было лет, наверное, 13. И первый раз в моей жизни изменилась традиция встречать Новый год дома с родителями и... Ну, в какой-то таком стандартном московском варианте с салатом оливье, с какой-то муткой, курицей и прочим. И нас пустили вместе с несколькими, чуть постарше, детьми на дачу к семейству Дракунских. Вы, наверное, знаете их папу, которого зовут Виктор Дракунский, который написал Денискин рассказ. Вот, собственно говоря, нас с Денисом Викторовичем, который уже довольно был взрослым, человек моего, младшей сестрой Ксюшей, которая моя ровесница примерно, нас пустили. Нам было, наверное, по 13 лет. Наверное, по 13 лет. Нас пустили на дачу. И первый раз в моей жизни я встречал Новый год в лесу. Они жили в Красной Пахреване, это был большой участок, на нем были большие сосны. И... их мама заготовила для нас замечательный сюрприз, что в момент, когда пробили часы 12, мы были на улице с бенгальскими огнями, какой-то фейерверк у нас такой был очень простой. Вот. В этот момент оказалось, что клумба перед их домом, это на самом деле декорация, сделанная из пенопласта, а под ней находится большой торт. и в момент, когда пробили часы 12, кто-то, видимо, Денис Викторович, сидел в кустах, дернул, Дениска, в смысле, который Дениска не открыл, дернул за веревочку, и из-под снега показался здоровенный большой торт, который тут же, прямо, удавляет, теплая зима, где-то, наверное, около нуля была цельсия, мы его разрезали и съели. Пожалуй, что более яркое впечатление детства от нового года для них было. Хороший вопрос. На самом деле, самый яркий момент новогодний в детстве это ожидание нового года. Может быть, каждый год. Просто ты сидишь и ждешь, когда же Новый год наступит. Я на самом деле теперь поэтому не очень люблю Новый год, потому что я все время так жду, так жду, я прямо, ну когда же, наконец? Поэтому, как говорилось в одной книжке, счастье, это предвкушение счастья. Настоящий Новый год это когда ждешь, что он наступит. Не годится как ответ. Да. Ну, с другой стороны, это правда. Самое яркое воспоминание это когда я встретил Новый год Деда Мороза на пороге своей двери в квартире и у этого Деда Мороза был очень знакомый голос. Я не знал, кто же это Дед Мороза, где-то я этот голос слышал. Но потом я понял, что это была моя мама. Новый год 31 декабря в ту пору. И в ту пору это было тоже, наверное, воскресенье. А в воскресенье каждую неделю мы ездили кататься на лыжах. И с нами была пятилетняя Машенька. У нее еще не было лыж, но она очень ходила на лыжах. и она просила Деда Мороза, чтобы он ей на Новый год подарил лыж. И вот поехали мы кататься далеко от города. У нас там был маленький домик. Ехать было очень далеко. Мы ехали сначала на электричке, потом на автобусе. И приехали мы в домик совсем уже почти в 12 часов ночи. Было без 10-12, когда мы вбежали в этот домик. Небольшая елочка была с нами вместе. И был большой рюкзак. И с нами был еще радиоприемник, потому что никакой другой возможности связываться с миром и услышать, когда там были 12 часов ночи. У нас не было. Мы набросали игрушки на эту елку, быстро установили, выгрузили какую-то еду, которая с нами была, и вместе со всей страной встретили Новый год. Положили Машу в господи. А тем временем, пока она спала, когда она заснула, мы вытащили из большого рюкзака вот такие вот лыжи и пошли поставили лыжи около домика. Когда мы проснулись утром, оказалось, что навалило вот такие сугробы. И оказалось, что лыжи стоят, а следов нет. И тут было понятно Машеньке, что как лыжи могли там оказаться. Конечно, Дед Мороз ночью прилетел и поставил эти лыжи. Вот. Вся история. Просто хотела сказать, что вот это вот та самая Маша, про которую рассказывали уже. Моё любимое воспоминание в Новом Годе это когда я была совсем маленькая, мне было 4 года. Я поехала с моей семьёй в цирк на Новый Год и я там увидела очень славного слона. Не знаю, у него глазки были такие большие и у него хобот был длинный длин. У меня был один такой момент, когда Соня ко мне прилетает, только она к нам на Рождество и на Новый Год прилетает и это было один из первых раз, когда она прилетала и она прилетела в час утра и я так проснулась, я думаю, и я закричала так громко, что папа-то там кажется, папа или мама всё ещё спали. И я так закричала и они вышли. Наверное, это была какая-то ёлка. где-нибудь в школе. Ну, там был Дед Мороз, Снегурочка, и мы там танцевали вокруг, водили хоровод вокруг ёлки. зайчики, конечно, волки и другие всякие лесные персонажи. Когда мне было 4 года, то это был очень печальный Новый год, потому что меня украли мой новогодний подарок, и я был очень огорчал. Это получилось так, что я его положил рядом с собой, это было в Баку, а мальчишка, который пробегал по улице мимо, он схватил этот подарок и убежал. И я, конечно, не мог его так быть. Это было очень печально. Я огорчался очень сильно. Потому что подарков, другого подарка я уже не получил. Это был единственный подарок, и я остался, так сказать, на Новый год не с чем. В жизни. Ну, когда я была очень маленькая, мне было только один год, и это было у меня дома, когда у меня была в гостях моя двоюродная сестра по имени Наташа, и я к ней ползла. И все хихикали, потому что я так неуклюж ползла. Однажды мы когда с Машей жили в России, в Петербурге, мы искали не на Новый год, а на День Благодарения. есть такой американский праздник. Идюшек по всему городу Петербургу. Нигде их не было нельзя найти. Наконец нашли одно место, где продаются все-таки индейки и индюшки. поскольку был запас у них, купили две штуки. И первую индейку мы приготовили на День Благодарения, то есть это конце ноября. Потом вторую индейку мы хотели оставить на Новый год, но к сожалению холодильник, морозилку у нас отказались и стали делать холодным. и поэтому слава Богу на улице стояла очень холодная погода. Так что просто перенесли вторую индейку в багажник нашей машины и ездили по всему городу несколько недель с ней. И потом значит мы мы с Машей собирались поехать праздновать Новый год вместе с мастерными родителями которые жили тогда в Петергофе и мы готовили готовили в духовке вот вторую нашу самую заветную индейку ну ой очень поздно было ой вдруг мы опознаем ну и значит загрузили индейку уже готовую значит машину и помчались так быстро значит гаишники не обращали внимания на нас пропусти мы слишком быстро приезжали мимо них и подъехали как раз тот момент когда все стали поднимать бокалы с новым годом и мы тогда в этот момент вошли в дом с индейкой победной индейкой ну вот этот момент запомнился я думаю что наверное когда мои родители они были такие очень молодые и веселые и они были очень 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 заняты все время чем и они не успевали ничего и когда уже насыпал новый год нам нужно было ехать новый год встречать на дачу на дачу туда где было много-много снега это было кажется трепетом или комаром в общем какое-то такое место по Ленинграду и нам нужно было туда ехать и дело в том что мы должны были поехать электрички туда собраться собрать все-все-все собрать то есть собрать разные еду всю новогоднюю взять с собой елку по-моему я не помню потому что я была в вашем возрасте я уже не такие подростки наверное елку небольшую собрать еду елочные игрушки потому что была такая ну дача новая там ничего не было на этой даче и мы поехали новый год в 12 часов да и мы поехали на электричке не помню какой в общем короче говорю мы пришли в этот домик такой домик там был снег вокруг большие сосны деревья снег домик в лесу очень здорово но было без четверти 12 осталось всего 15 минут и совершенно потрясающе что мои родители ну я не очень я была ваше возрасте я помогала но не очень сильно но мои родители успели поставить елку накрыть стол так быстро-быстро-быстро на елку накидать игрушки накидать дождик и когда было включить радио телевизора там не было была дача деревня и когда было 12 часов ночи радио и пробили куранты то мои родители и я тоже мы у нас было шампанское что-то такое налито и мы такие встретили Новый год успели и все абсолютно все готово это было совершенно огромное впечатление это было вот вот на Да.